всем доброго дня дорогие мои ну вот нашел время уже время 4 часа вот этот ролик по вопросу моей подписчицы но таких вопросов конечно вы бы если бы у вас бы было бы подключено фейсбук то русскоговорящих группах такие же вопросы задают там ответы тоже есть от наших же девочек а это стоимость услуг адвоката при разводе гражданином турции вот сколько стоит вы написали но вот я лично вот вчера по моим я посмотрел пост был тоже фейсбуке там написала одна девушка свою историю посту что с нее адвокат требуется 2000 фунтов стерлингов но это конечно около даже по моим 3000 долларов получается и она говорит не слишком ли это дорого ну вот там люди написали что это не дорого и не дешево это среднее вот потому что то у турецких еще дешевле турецких адвокат а русскоговорящих адвокатов там написали девушки 5000 долларов стоит русскоговорящие адвокаты 5000 долларов берут так что вот такие цены девочки не вот и мои подписчики дорогая и вы еще спросили что такой же вопрос там также есть в этой группе фейсбуке можно находясь третьей стране разводиться с гражданином турции можно через доверенное лицо если у вас доверенность заверена все турции турции по моим это турции надо делать доверенность ваше доверенное лицо но опять же от оплаты вас никто не освобождает оплатить надо услуги адвоката здесь дорогие я уже один раз ролик делал вам что про консультации про все это да вот и там четко написано у русскоговорящих адвокатов 5000 долларов а у турецких две две с половиной получается два раза меньше услуга адвоката здесь очень очень дорогие я сразу хочу сказать адвокаты здесь высокооплачиваемый очень вот поэтому прежде чем идти на какой-то шаг вы соизмеримость ваших возможностей рассчитайте сможете ли вы потянуть это дело поэтому услуга адвоката дорогие а разводиться можете даже находясь дома если вы здесь оставили доверенное лицо но естественно вы оплачиваете услуги адвокат все равно от оплата производится не после не потом от до того вот такие дела так что адвокаты здесь дорогие бракоразводные процессы здесь длятся иногда годами длятся даже и очень короткий срок это в зависимости от вашей ситуации если там есть дележ имущество туда-сюда еще детьми что там связано это может быть долго а если нет ни того ни другого то очень быстро делается очень быстро вот такие дела всем хорошего дня пока хорошего дня пока